Всем привет! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале, и прямо сейчас вы узнаете очень много интересной информации. В старину любили талисманы простые и бесхитростные. Вообще все гениальное, просто и надежно. Вот и вы попробуйте уберечь себя этими старыми народными приметами. Пуговица. Подержитесь за нее, когда перебежит дорогу черная кошка. Сплюньте три раза через левое плечо, и все будет в порядке. Шерсть. Чтобы собака прижилась в доме, клочки ее шерсти с головы, спины и хвоста засовывают в порог со словами. Как эта шерсть будет держаться в пороге, так бы и собака держалась в доме. Чтобы избавиться от вредных привычек, вбивайте гвоздь в стену или колышек в землю. И скажите, как железо входит в дерево, а дерево в землю, так и уйдет от меня эта вредная привычка. Земля в ладанке поможет снять тоску на чужбине. Замок и ключ помогали остановить сильные кровотечения. Для этого запирали замок на ключ и давали кровь стекать по дужке замка. Или брали в каждую руку по ключу и куску мела и сжимали кулаки. Острые вещи. Иголки, булавки, ножницы, ножи обладают магической силой. Дарить их никогда не следует, чтобы не поссориться. Если уж пришлось, возьмите мелкую монетку, чтобы получилось. Что человек как бы купил вещь? Обычная булавка, приколотая к одежде, талисман с глазом. Можно воткнуться ножик в дверь от дурных людей. Все острое направляется ко входу против недугов. Не держите в доме расстегнутых булавок. Ножницы не оставляйте раскрытыми ножами. Не играйте и прячь от детей. В старину, когда ребенок вставал на ножки, мать проводила ножом между ступнями, как бы разрезая невидимые путы, мешающие ему шагать по жизни. Хорошо носить на груди талисман в виде зеркальца или отполированного металлического круга. Осколки разбитого зеркала надо немедленно зарыть в землю. Ни в коем случае не смотреть на них. Подаренные зеркала лучше протереть святой водой. Зеркала в доме, особенно после ухода гостей, тоже протирайте святой водой. Стол тоже считался амулетом дома. На нем пеленали детей, вокруг стола водили молодых. На нем не сидели, не оставляли острых предметов, не вытирали бумагой, чтобы не поссориться. Перед дальней дорожкой держали за угол стола, чтобы благополучно возвратиться домой. Иногда даже целовали. Дом и стол были неразлучны, поэтому его часто продавали вместе с домом. Красный платочек, привязанный к точке стола, помогает найти пропавшую вещь. Надо только обязательно сказать, дедушка домовой, поиграй, поиграй и отдай. Вещь найдется. Лошадиная подкова, найденная на дороге, приносит счастье и храняет от беды. Прибитая снаружи, защищает дом от колдовства, пожаров, воров, привлекает магазин покупателей. Две старые подковы под матрасом положены, в изголовье и в ноги помогут от ревматизма. Мусор тоже магический инструмент. Переезжая в новый дом, убирали подальше или перевозили с собой весь мусор, особенно из-под порога, чтобы по нему не вели порчу, чтобы в новом доме поселился добрый домовой. Место его под старым веником, который уже брали тоже с собой. Дверь и порог дома обладают мистической силой. Если мужчина любил сидеть на пороге, то он мог остаться холостяком, а беременная женщина могла лишиться ребенка. Порог магическая граница между своим и чужим миром. Чтобы исполнилось желание, надо открыть дверь, перешагнуть через порог, сказать желание про себя, сделать шаг назад и закрыть дверь. Запкнуться никак нельзя, иначе желание не исполнится. Так дверь выполняет роль талисмана. Туфелька невесты – талисман удачи, если за нее подержаться, будет удача и счастье. Нитка – известный инструмент в магии и талисман. Если над бородавкой завязать узелок, проведя петелькой по ее верхушке, а потом зарыть эту нитку в цветочный горшок, то тогда нитка сгниет, бородавка исчезнет. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким, и, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.